Из гаража доносится не шум мотора, а птичьи голоса. Глава замещающей семьи Молчановых Григорий обустроил здесь место жительства для четырёх кроликов и нескольких десятков домашней птицы. Это для того, чтобы детей приобщить к сельскому хозяйству, чтобы они умели и кроликов выращивать, и перепелов. Потому что это не столько трудоёмкая работа, а ребёнок 12, 13, 14 лет под присмотром старшего, он всегда сможет за ними присмотреть и вырастить. Идея завести подсобное хозяйство возникла пару месяцев назад. На её осуществление не повлияло даже отсутствие условий для живности. Семья проживает в многоквартирном доме. Смастерили клетки, закупили комбикорм, заселили первых жильцов – кроликов, перепелов, индюков, кур и петухов. В том, кто будет ухаживать за ними, вопроса даже не возникло. Эти обязанности на себя взял Сергей. Поначалу было трудно, говорит он, а сейчас всё знает и умеет. Уверен, братья меньшие ждут его, поэтому распорядок дня старается не нарушать. В пять часов я и папа встаём, умываемся, всё делаем, то, что нужно дома, а потом идём кормить животных. Когда мы их покормили, мы идём домой кушать, а потом опять выходим и начинаем заниматься. У уток убираем, у перепёлок, у куриц, у кроликов. У нас два кролика и две крыльчихи. Одна крыльчиха чистоплотная, и всегда вечером ей достаётся больше всего комбикорма и травы. В хозяйстве Молчановых живность породистая. Кролики, фландры, белые перепела, техасцы, коричневые, малинки. Есть ещё 45 мускусных уток. Их домик и открытый загон разместили на огороде. Под рукой и свежая сочная трава, и тёплая вода в бочке для питья и купания. Домашней мини-фирме всего третий месяц, а польза уже есть. Перепела несутся. Несутся, выводим, есть маленькие, уже есть свой выводок. Пока Григорий и Сергей с хозяйством управляются сами. Но в семье подрастают ещё дети, так что года через два помощников станет больше. Как раз к тому времени появится приплод. А может, начинающий фермер разведёт новые породы домашней птицы.